Добрый день, я Ганна Солу, святаю вас у Прасской студии «Свободы без галюштыков». Я вернулся в эту студию паслялетнего «Перапынку», и мы начинаем новый сезон. Я обецаю вам цікавые дискуссии, креативных соразмовцов и вельми незвычайные темы. И сегодня мы будем говорить про то, что может сделать один человек. И на годы для этой передачи стали акции, антивоенные акции у России, одиночные акции, которые проходят в Москве и в разных городах России. Поговорить про это я запросила директора Росейской службы Радио Свободы Иридну Лагонину, моего коллегу Сергея Дубауца, який так само наладил свою заблевую, я бы сказала, одиночную акцию, калі написаў блог, я гею, он выкликаў неверагодны розгалас на сайте Свободы. И не толькі на нашым сайте, а на скайп-сувязі з Менску, грамадский актывіст. Так само одиночка, генеклойка, скульптор генеклойка, які праводзіць шэрах індывідуальных акцій ў патрымку беларускай мовы. Ірына, ось калі я глядела на фото Віктора Шандыровича, які вышыў сплякатам «Вайна з Украины, ганьбай і злачынства», адзін вышыў центр Москвы, калі я глядела комэнтары ў Фейсбуку, реакцыў, мне запамнілася такая, гэта рэшткі сумлення Расеи. Як бы вы вызначыли, гэта, што робіць Віктор Шандырович і шэрах паважанных людзей, які выходзіць адны на вуліцы російських гарадоў сплякатамі супрыць вайны Расеи ва Украине? Гэта такі жэста чаюць, гэта для іх просто така апошня пляцок, адзе яны можуць выказацца? Я думаю, что, во-первых, это, конечно, очень мощный протест. Индивидуальный протест намного эмоционально более мощно воспринимаецца публикой і даже прохожаме, которые проходят мимо этих людзей стоящих, и очень многие выражают паддержку, когда проходят мимо этих плакатов против вайны. Это очень мощный эмоциональный порыв, с одной стороны. С другой стороны, в России это вынужденная мера. И я щас вдамся в такие детали этого всего, но был в 2004 году принят федеральный закон 54, который, собственно, оформил отношение власти к массовым протестам. Потихонечку этот закон приспосабливался под нужды нынешнего режима Владимира Путина. Потихоньку власть находила способы, как манипулировать этим законом. И в результате получается теперь, что единственный способ выразить протест публично, это выйти одному. Потому что два человека, это может быть уже воспринято как массовое мероприятие, то есть больше одного, а если эти два человека еще чуть-чуть подвинутся, то это уже воспринимается как шествие. А любое массовое мероприятие должно быть зарегистрировано. Одиночный протест, одиночный пикет может быть зарегистрирован, может быть и нет. То есть формально человек, который выходит с одиночным пикетом, должен, или может, вернее не должен, а может обратиться к властям и уведомить власти, что вот я выхожу. А может и не уведомлять. Очень смешно. Вот один из активистов, Виктор Корп, в своем блоге разработал, вот видите, вот такая вот рекомендация, вот четыре страницы рекомендации тому, как проводить одиночные пикеты. И он, собственно, предлагает, что лучше подавать заявку на этот пикет, а дальше распространять посредством информации по Фейсбуку, по социальным сетям, что я подал заявку на проведение пикета. То есть это уже привлекает внимание к этой акции. Но такие акции сейчас, они, конечно, очень эмоциональны, потому что они связаны с войной в Украине. Раньше они проходят уже давно. Они проходят с 2011 года, после того, как спала волна массовых протестов, начались вот эти вот одиночные пикеты. После 6 мая 2012 года, когда была разогнана демонстрация в Москве, и когда 15 человек оказались за решеткой практически на два года, а сейчас уже осуждены на больше, протест свелся к этим одиночным пикетам. Были одиночные пикеты в защиту узников 6 мая, были одиночные пикеты против политических заключенных в России. И сейчас это новый уровень, потому что это уровень войны. И, конечно, эмоции очень сильные, эмоции... Россия чудовищно разделена между большинством, которые за поддержку власти и, соответственно, за поддержку этой войны, и меньшинством, которые... То есть люди не могут долго простоять, година-полторы их уже забираются постороны к милиции, фактично. Сергей, Ирина каже про тое, что одиночные акции – это вельми моцный индивидуальный протест. А некоторые лишат, что не настолько это моцный протест. Вы можете пригадать приклады, кали индивидуальный протест гучить... Больше гучный, чем, например, массовый протест. Кали там 10 тысяч, 100 тысяч человек вышло. И один человек. Кали голос одного, больше гучный. В Беларуси все ж таки трошки иншая ситуация с этими индивидуальными протестами. Потому что, вот как ни парадоксально, законодавство не такое абсурдное, что двое посунулись уже демонстрации. Все ж таки у нас... Было больше за трех не сбираться, а тут больше за двух. У нас могут и площади собраться, и так далее. И индивидуальные протесты, або акции, носят хоть таки перфомансный характер. Обовязково есть некий эстетичный складник. Ци это стяг на ёлку новогоднюю, как Коваленко поднял. Ци, кали фотографовались на знак протесту, их забирали, штрафовали. Гэт, наступная парта людей, 3-4, которые брали эту фотку, з ёй фоткалися, с тыми, что фоткалися, с фоткой тых, что... И выходила такая пирамида глыбокая, что кожный наступный тримали фотографию с тыми, что тримают фотографии, и тых, что тримают фотографию, и так далее, далее, далее. И ци акции Пушкина, який привез под резиденцию тачку гною и вывалил на некую гадавину президентства Лукашенко. Гэта всё больше такая, мая некий романтичный складник у нас. Это не настолько страшно, как это выглядит у России, ибо это, с оправды, то, что Роберт Шендерович, это абсолютный отчаик. Это перец... И он и пишет про то, и скажет, и, видать, будет ещё цитоваться про то, что я ещё неуворядник, покуль, что меня ещё не забрали, не посадили, не скрутили, не нашпиговали некими психотропными Олеками. Олег. Олег, он такое кажется, это значит, что он на самой грани находится, и завтра он может там оказаться. Бо под этим напором пропагандистским хлуснее, когда с телевизора ульется, и большинство этого всё верить, бо нема альтернативной информации, и просто хоть чуть верить в это. Массовый психоз. В Беларуси нема массового психоза сегодня. И ситуация верно одрозняется от российской. Генек, вы, Сергей, назвал одиночный протест в Беларуси такими мастацкими акциями. Я по вашему выводку не пахадилася, кали вы у день родной мовы пришли до будинку гимназии, потребовали, как люди крыстались, как эта гимназия была цалком по-беларуску, кали вы судилися с КДБ, с Бел внешэкономбанком, с правоводством их вялось, по-беларуску, кали вы не отказали вам по-беларуску. Не были, я бы сказала, мастацкие акции. А чому вы усёшвось у гэтых акциях один? У вас нема однодумцам, те просто те, кто вас поддерживает, и они боятся открыто выступать. Чому вы один взмахаетесь за беларускую мову? Нет, однодумцы есть и поддерживают люди. Але у меня просто вот такие характеры. Я мастак. Я думаю, что у мастаков нема такого життёвого креда, там, жить, как все, разговаривать на одном таком языке, как все. Так что я живу не по плыне плыву, не супер плыне, а туда, куда треба, куда клича меня мета. И, по-моему, мастаки усе вот так живут. И мне вот... Але ваша мета якбы не мастацтва, ваша мета якраз вельми конкретная. Так, гэта мета моя беларуская мова, и она, на жаль, политизованная вельми у нашей державе. И гэта мова выкликая... Ну, обарона мовы тут просто карается у нашей краине. Але, што до той акции, каля школы, то саправды я хотел зробить перфоманс. Это уже паселя про гэта казаў, там я падарываў школе бюст Караткевича, гипсавы, так? И думаў, пасля таго, як аб'явлю про то, што эта школа не беларускамовная, каля я шше пратрымаюся, можа, удацца мне вынести гэта бюст і разбіць там же на... ну, на абасвальт. Вось. Але, дзякуй богу, нек удалося гэта не зрабіць перфомансу. Вось. І атрымалася просто одзіночная акція. І мне здаецца, гэта павіна було б даць, ну, эта ефектывнае, ось експодарыня, Ирэна кажа, гэта вельмі эмоциональна крок, калі адзім шлэвек выходзіць. Вось, там я навыць попросіў сваих аднадумців, не выходзіць, не падтрымливаць мене на гэтым пікеті, а будув менавіць адзін. Вось, дарыч, калі, гэнік, мы рахтавалі сяда перадачы, с Сергеем обмярковалі ваші акція, он сказав, што гэта максима адзінае, што може буць паспяховым Беларусі, калі адзіночная акція, вось якраз вашае змагання. Сергей, двух капачаць. А мы все гадаваліся на гэтых рамантычных кнігах Караткевича, і, в принципі, рамантызмам пранізаны все гэтые наші перфомансы, пікеты адзіночные і гэтак далі. Давайте, краху, вернімся ў савецкую гісторую, згадаем, калі не адзіночную акцію, а лі такую акцію невялікае групы на Червонай площы савецких дэсэдэнту, які вышлі протеставаць супрацю варвання савецкіх танка ў Чехославачыну. Вось цепер, Сергей, згадваў Віктора Шандаровіча, я в чую раз гім пагутарала, ну і он сказав, што ў Расія ще аутарытарызм лайт, я працытую, правнанні з Беларусю, не говорачы ўже про Узбекістанці і паўночную Карею, мы живем ў льготным режимі. Думаю, не всі ў Беларусі пагодяться з гэтым. Я з вами размавляю, напрылка, не ляжуў вар'ятні, так сказав Віктор Шандаровіч, ну і як Сергей слушна зауважа, што гэта ё начувае, што гэта надыходзіць. Ірына, як вось вам падаецца на сам рэч, вось наколькі ператход ад гэтага авторытарызма лайт да болжорсткай формы, да вар'ятня, да таталітарызму, вар'ятня дарэч ёсць ўжо ў Расія? Я не сагласна с Віктором Шандаровічем в том, что это авторитаризм лайт, это уже далеко не лайт, потому что, может быть, это выглядит как лайт в Москве, где сконцентрировано большое количество вольнодумия, если хотите, или оппозиционные мысли, или здравые мысли, если речь идёт об участии или неучастии в войне, в провинции всё уже не лайт, уже лёгкости там никакой нет. Если мы возьмём последний пример то, что человек, который возглавляет газету, которая опубликовала фотографии могил российских солдат, которые, возможно, погибли на Украине, если этот человек, Лев Шлозберг, был избит в секунду, просто на следующий. Это не лайт. Удивительным образом вот такие же акции одиночки проходят и в провинциальных городах. Если в Москве, для того, чтобы привлечь внимание, это должен быть Шендерович, как минимум, выйти лицо узнаваемое, читаемое и так далее, то в провинции это может быть простая учительница, которая вышла и поместила свою фотографию на Facebook или простая медсестра. Тоже такой был. И это приобретает вал, характер просто вала. Люди перепущивают это, шарят, и это вызывает очень большой эмоциональный эффект в соцсетях в первую очередь. Так что здесь, в общем, о лайте не идет, хотя элемент перформансы тоже есть. Один из последних хороших примеров это человек в Петербурге, который решил проплыть по реке, по каналам, вернее, и плыл он с такой, как бы, со словами Путин вечен. А потом, когда он проплыл по Даничковым мостам Петербурга и выплыл с другой стороны, в слове вечен добавилась буква У в начале. И это тоже разошлось по соцсетям. Сергей, вы уже начали перележать некоторые такие яркие, успеховые, одиночные акции в Беларуси. Я бы хотела сгадать еще про оборонцу Валеры Щукина. Зараз он меньше активный, але калисте, я памятуюсь, я как журналист шла за ним по городу, и он пройшел по Лову Менску с плакатом оборону газеты Свободы, якую закрыли в той момент. Альбо, недавний приклад Юры Рубцову, ходите с национальной с беларускай символикой. Вот верш слова Мира Адамовича за убей президента, за які он все у турму. Так само это индивидуальная акция протесту. Сергей, ваш блог, Сергей, який уже я сгадывала, может тут справа еще у неких, як я не сказал, у индивидуальных рисах человека, у неких особливастях людей, які индивидуальности, які хочуть вылучаться, які хочуть быть не такими, як усе, може, гэтым гэтат тлумачиться. І не завсёды гэта звязана с аутаритаризмом, с катетаритаризмом. У советские часы казали часто, што в житті завсёды єсть мясца подвигу. Хто вот этой людзі с плакатами? Это герои. Это герои і грамадству страшна треба, герои, повинны быть герои, які задаюць некую моральну планку. А я вот вышел, а вы все не вышли, вы не можете. Вы на толп просто, вы там ни народ, ни нація, а іщеходзіць мене і будете пінаць, осуджаць. Просто, а скажем, деці це все бачу, тясно, що деці одразу підтримають героя. Це великий такі, соціальна педагогіка. І ці людзі на сябі зваліли вот цю функцію, тому, що нема ніяких механізмів здеяня грамадства на владу, усталюваєць ці ці талітарізм, країна втягуєць у вайну, все так глухо, безпросветно, абсолютно. І вот адзін чалавечек, супраць, чалавек цітанг. Таке супраць стояння, завсюди, оно страшно мобілізує моральність у людзі, некі позитивні ріси, їм хочеться там любіць адзін адзін я пам'ятаю, як у Вільні було в 91-м годзі, коли ішли танкі, і стояли людзі. Просто танкі і людзі. Зло і добро. І концентрація добра відбуваєць там, де люди, а концентрація зла там, де танкі. Просто разводзіцца на некий момент становіцца ясна, дзе ў свеці добро, дзе зло. І це тако просто солодкі момент, калі все адшуваюць. Міне падаєцца часам гэта вось сучасная Расія, гэта реакція не такае адназначнае на людзі, які выходят з плакатами. Ось герой, паводлі вашага візначэння, російський физік Михаїл Лашкевич стояў з такім плакатам у центры Москвы, як і он рассказал пра реакцію, што ну нікаторые людзі просто прачытвалі, нікаторые спакойна проходзіли, нікаторые замрачнелі. Некалькі чалавек спробавалі прытэнзіў выставляць, адзін плюнуў на плакат, адзін у мене кнуў немоцна, але плакат трошкі зламаў. Некалькі чалавек спробавалі уступіць ў дискусію, часам реакція може быць непозытывнае. А генік, я вас хацела запытацца, а як на вас реагуюць? У судзе, наприклад. Ці адміністрація школы, ці людзі, які, бачаць, святкі ваших акцій, якая гэта реакція? Позытывнае, агрысывнае, іронічнае? Не ведаю. Про той пікет тут тяжка сказаць, чё адбылося імгненна. Наставнікі проходзіли мимо, не падыходзі, туркі адміністрація выходзіла і казалі згортваць пікет, і все. А так, я люблю, вось, у школу проходзу, в нашу школу, і у гэты біл-червоно-білой з Турсы, вот, каб здалек мені бачалі, і мені падыбацца размовляць з наставніками приватна. Проходзу па калідору, пачую, як наставніцца говораць пам'яжсобой па російську, спынюся, пазнаемлюся з імі, пагаворам пра белорускому, чому, чому яна размовляець па російську ў белорускамовна і гімназі. Вось, ставлю гэты пытаўне, так што наставніці цепер, бачучы гэту стушку біл-червоно-білую на калідору, хаваюцца, далек, ўже, ну, може, ці хаваюцца, ці рыхтуюцца, каб не сказаць па російську, калі я проходзу мима, вітаюся з імі. Вось, так што, вось така рэакція. Ну, хацілась б тако, ну, хацілась б каліктыва, каліктыва, не толькі одному хазіць, так, але, але я не могу зарганізоваць так, людзей, вось, вось, дапустім, крысіна вітушка, вось, яна цудовна організовувае такі і ялинки для дятей, новогоднія, і ў школі там батько організовали, білорускамовнах, і клясаў їх лепше, чым паралельна, і дятям лягчей вычыцца, вось, вось, шышызшы адзнакі ім ставіць, чым ў паралельнай клясі. Так што, вот, такого хацілась б, просто нема, нема на гэта, ну, здольнасцяў, таленту. Ну, гэта мэй шы паглядзім на будучыню. А, і я хацялась, ў нас ўнас ўра завершаецца эфірны час, каротка ўсім, асту ірына ось. Найбольш, вадняковага. Вот такі пратэст, які, як бы, ноось, як узорны. Ну, вы знаўте, ну, вот, с Анічкіным мостом был, канёшна, эффективны. Но, апэтакі, это зависіць, в Москве шындорович будуть неэффективны, а в провінці і медсістра будуть эффективны. Ну, ось, Макаревич, напрыклад. Двіглавный протест. Или, тоўже, Макаревич, індивітуальний протест. А безумно эффективны был протест на Дальнем Востоке. Младые преподаватели университета устроили протест игрушек. А потом вся страна развлекалась на предмет того, что пришла полиция і думала, що с этими игрушками делать. Ну, с одной стороны, курьезно, что против игрушек. Или игрушки арестовывать, там, или что. А с другой стороны, протест, ведь тоже как-то надо бороться. То есть, такие, такого рода перформансы, в общем, довольно-довольно эффективны. И власть на них болезненно реагирует, конечно. Но так, чтобы вот сказать, знаете, откровенно говоря, вот для меня, вот я смотрела в последнее время, вот для меня был очень эффективный протест одного человека. Обычный человек в пятницу, в прошлую, в день российского флага, надел кепку с надписью «Украина» и вышел в Петербурге. Его арестовали, продержали 15 минут, ну ничего не предъявишь, ну закепку с Украины небесболка. А потом отпустили. Эффективно. Сергей, ваш приклад. Ну, я не веду прикладов, я люблю шмат, я просто думаю, что, может быть, эффективность не совсем той критерии. Что с этим входит, как бы, в громадскую святость? Что с этим застается в истории, вот, как это славутый московский 68-й год, когда вышли на Красную площадку. Вельми важно, как это все, как бы, оно попадало в потребную хвилину, в потребном месте, в потребном идеи, как бы, это все, уже некий пиар требует продумлять это протесту. Сейчас это идет в Facebook, но, когда это будет много одиночек, это уже не будет так на себя обратить увагу. Я думаю, что это все же таки приклад героики, который трапляет в истории. Генек, ну, напевно, в вашем випадке это наставница, которые начали говорить по-белорусски? Нет, еще начать, час покажет. Мне кажется, эффективность этих протестов это час покажет. Потому что, когда святою стала Жанна Дарк, с тягом часа эти Сахары так же героям с тягом часа признаны. Я вспоминаю, как мы говорили в Советском Союзе, в смрочный час, но, может быть, родки узгадываются на российской мове. Я, правда, сегодня скажу, что я эту мову не разумею абсолютно, но, родки узгадываются. В огонь, ну, что ж, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, потому что был солдат бумажный. Я думаю, вот эти родки, вот эти верши, это выхование, вот это эффективный протест одиночки. Громадский активист, скульптор, гений Клоэк, директор Русской службы Радио Свободы Ирины Лагонина, и мой коллега Сергей Добавец, и я, Ганна Соус, мы говорили про тое, что может сделать один человек. Побачимся Простый день. Радио Свобода